дорогие друзья добрый день с вами снова мария карпинская новое планетарное телевидение и сегодня я уже нахожусь дома уже вернулась в москву и тема сегодняшняя она такая совершенно простые прописные истины 3 сосен души человеческой которых мы почему-то все заблудились и не помним о них но вот они неожиданно всплывают и приходят и вот эти истины я вам и хочу изложить и вы сами увидите поймете что с этим делать просто знаете вот включаешь там интернет какие-нибудь послания какие-нибудь там что-то заумные речи от которых у меня уже сразу в сон кидает и думаешь вот зачем они они зачем парит людям мозги вот зачем так забивают чем-то ненужным ведь жизнь гораздо проще и все в ней просто и все-таки есть какие-то истины которые мы знаем просто надо вспомнить понять и я сейчас не сейчас сразу вам но озвучу их но прежде я вам расскажу о своей дороге значит в этот раз когда я возвращалась домой в индийском аэропорту в дели в центре там все нормально когда ехала из чина и до дели а в дели о были такие страшные проверки там всего что у тебя лежит вот двух даже девушек сняли с рейса потому что у них багажа которые они сдали находились две зарядки от телефонов у одной зарядкой другой в общем сняли и вообще как-то все очень так жестко и мне тоже сказали что нельзя провозить то есть одна только сумка и 1 вот один компьютер хотя на самом деле было написано что сумка до 10 килограмм ручная кладь 5 килограмм но это лекарства могут быть там одежда им наплевать и у меня был компьютер то есть у меня все это было ручная кладь мне сказали чтобы я эту сумку делала с ней все что угодно или заплатила 12 тысяч рублей 12 тысяч рублей я сказала хорошо и позвонила своему другу где тут камера хранения но они сразу поняли что с камерой хранения что у них не пройдет номер заработать и тогда я уже успела из старого рюкзака переложить вещи в такую большую сумку пластмассовую и они пропустили меня потом дикие очереди долго все это длилось и наконец 5 чем-то там наш самолет боинг на котором на борту которого было более 400 человек поднялся он поднялся мы летели но много было вот этой турбулентности но это все ерунда и потом по причине которую якобы сказали что там кому-то плохо или еще что то мы сели на запасном аэропорту в ташкенте и там тоже долго сидели самолет чего-то там делали с ним до заправляли а потом еще от ташкента летели через четыре часа до москвы до шереметьево но просто честно говоря из пяти часов утра до 2 30 вот такой был длинный путь страшный и столько времени в самолете значит со сложностями но слава богу я сюда прибыла здесь снег здесь пасмурно после индии конечно очень тяжело все это видеть вы знаете тут уже такие вот разговоры были тут мне все говорят да тут одни инопланетяне я подумала себе а почему в индии среди народа нет никаких вот этих инопланетян что там все в порядке почему здесь какие-то такие замухрения жесткие рептилоиды инопланетяне там еще чего-то и все они тут заселили а соседи по лестнице или там вот я пошла в подвал к себе такие злые это на ней инопланетяне да вот и я просто сказала одному человеку почему вы такой злой ну хорошо мы что-то сделали не так там немножко не туда выбросили что-то ну помогите нам помогите устыдился дайте хотя бы лопату дали то есть на самом деле это люди обозленные просто или какие-то странно с какой-то крыши не туда съехавшие потому что я не понимаю что ищут люди они ищут что-то такое сверх естественное видимо а сверх естественного ничего нету не находят и поэтому у них вот крыши едут на самом деле мир гораздо проще устроен и просто надо про это все понимать про эту простоту устройство мира так вот что же это за истина самая простая которая до меня не доходила как-то но когда вот просто знаете как черта подводится и вокруг меня люди которые все время притворялись играли какие-то роли вот притворщики вот гусева это лейфер притворщица да и сейчас пытается там гадить гадить продолжать уже там там еще одной организации одно кругом гадить зачем непонятно ну понятно зачем потом еще интересные вещи я вам расскажу в будущем еще люди как себя проявляют это фантастика причем я понимаю какие-то вещи знаю заранее там вот и я наблюдаю что же будет чем это все кончится ну вот и это кончается очень любопытно но пока еще не буду вам говорить про одном тоже человеке который тут не оказывал помощь хотел вроде бы в развитии эти но тоже притворялся потому что я нашла его дневник сфотографировала там из дневника его он здесь оставил однажды я из его дневника сделала просто фотографии даже один листик вырвала и когда я прочитала все это у меня просто волосы встали дыбом что это кто это но это будем разбираться дальше пока мы наблюдаем вот мы наблюдатели мы наблюдаем за тем что происходит вот люди не понимают что я уже стала более умная и на сегодняшний день допустим если человек приходит ко мне я его пускают а я у него снимаю копии всех документов вообще всех чтобы он у меня был под рукой если что то есть надо вот эту безопасность соблюдать но вообще мне кажется уже хватит наступает момент знаете вот я в деле когда прилетела я остановилась там ну ананд из лакнау такой мой друг приехал бизнесмен он знает русский язык жил в россии и в его офисе апартаментах я там остановилась и одну ночь заночевала и вот мы с ним разговаривали но ананд бизнесмен понятно но это до него вот дошло наверное быстрее чем когда-либо он сказал мария вы хоть понимаете что он знает про гусеву тоже про эту про лейфер еще вы знаете что вас невозможно повторить вы необычный человек вы такой природный самородок а те кто под вас пытаются играть сколько бы они не играли у них ничего не получится это правда так вот и фраза который не моя но которая прозвучала для меня как вот гром среди ясного неба эта фраза пришла от вот этого ананда и у меня глядя на меня вдруг сказал мария вы понимаете что люди на земле рождаются либо хорошими и по плохими хорошие люди до конца дней своих остаются хорошими они умирают хорошими но и вдруг раз мне стукнуло ведь это да вот смотрите я прожила всю жизнь всю свою жизнь родилась хорошей и уйду жизни хорошей а плохие люди он сказал стараются играть хороших для чего то есть они пытаются играть в хороших людей для того чтобы внедриться хорошему человеку и забирать его жизненные силы забирать его там энергию забирать у него обворовывать кто-то кто на что гораздо вот таким вот образом происходит почему такое происходит и тут вот они простые истины природы но давайте посмотрим на огороды вот растет какое-то культурное хорошее растение там какой-то который дает плоды для людей пользу приносит что происходит вокруг этого растения вокруг него вырастают тысячи сорняков и эти сорняки начинают как бы это растение пытаться задушить но растение благодаря этим сорнякам она становится сильнее потом приходит хозяин или хозяйка вырывает все эти сорняки сжигает их а культурные растения остаются так хорошие люди вот сейчас идет процесс когда сорняки просто душат хороших людей это такое испытание и потом что-то где-то то ли в библии то ли я не помню где было написано тут тоже мне дима подсказал один парень что бог посеял хорошие семена и плевелы вот вопрос который все время возникает зачем он посеял плевелы рядом с хорошими растениями растения хорошие зерна покидал хорошие человеческого семени и плевелы для чего мы можем порассуждать вот для чего рядом со мной вот были эти люди которых сейчас слава богу нету вот зачем они приходили и играли в хороших людей они пытались сыграть хороших для чего здесь есть несколько вариантов одни преследовали в основном корыстные цели подыграть под хорошего дурачка иванушка дурачок да и обхитрить его забрать у него что-то отобрать и смыться украсть вот как гусева украла у меня емэл и доставила мне кучу украла проект мир глазами детей но вот что толку что она украла позвонила там моей знакомой лане такой которая обладает деньгами у нее мир детской радости туда значит влезла к ней то ей дала доступ к сайту дала с доступ ко всему и она уже там на этом сайте разместилась как на своем но ладно говорит что как вот как быть то надо провести хотя бы вот этот конкурс без выставки потому что уже все в курсе все все мои друзья уже в курсе все она поставила в жюри такого моего друга художника алексея гелярова жена гелярова позвонила и сказала уберите немедленно то есть она пытается воровать людей она пытается воровать ну вот плевел и да она пытается играть в хорошую это все игры очень скоро мы будем очень четко различать что вот это хороший человек он до конца дней остается хорошим а это плевел и играет любую роль нашептывает все что угодно и и так бог посадил зерна человеческих хороших людей и плевел и дальше слова ананда сколько бы человек не плевела это этот плохой человек не играл свою роль все равно в конце концов у него ничего не получится и он вернется к свое прежнему положению потому что за редким исключением помните лягушка хотела летать ну по-моему у него там не получилось или получилось но это может быть один на миллион может стать действительно измениться по какой-то божьей высшей воле вдруг вот можете вы представить что крапива может стать помидором ну я вот сколько не у меня просто в голове это не укладывается или там у крапивы не будем брать допустим какой-то ну сорняк какой-то может ли он стать огурцом нет не может не может поэтому пробыв рядом со мной и понимаю что не получится взять то что ей хочется 12 лет она еще где кому-то там рассказывала что она там меня сопровождала в поездках тень вот те меня сопровождала да на мой счет там ездила по разным странам сопровождала сопровождающие лица вот 12 часов говорят исчезают тени надо дождаться этого полдень и когда тени исчезнут и когда мы начнем различать что вот это вот хорошие люди и они всегда будут хорошими они не могут вот я за всю свою жизнь ни у кого не брала в долг но если бы я взяла в долг я бы наверное днями и ночами не спала и думала как бы скорее отдать понимаете а тут мне рассказывают один человек второй человек что вот там где-то на работе просят в долг и не отдают деньги вопрос кто эти люди плевелый значит те кто проходят такие уроки раз дал не отдали два дал три они в конце концов должны понять что все это надо закончить какими жалостливыми нашептываниями и словами вам не говорили что вот у меня там дети нечего кушать это все вранье слушать это не нужно так же как я вернусь сейчас в индию в индии я уже вам наверное говорила но повторюсь там такие были депутаты там же народ избирает плакаты большие в шотах вы можете посмотреть там на моем ю тубе там внизу шоты индийские да по минутке и там прямо плакаты и вывешивают всех вот каждый выходит избиратель в том округе и говорит ой депутат и говорит к народу обращались народ на площади там еще на телевидении и говорит я вот сделаю для вас пожизненно там то то вот там победила женщина которая сказала для всех бедных семей будет выдаваться и обратной силы закон не имеет килограмм риса на человека вот 5 человек в семье 5 килограммов риса в день значит умножьте на 7 35 вот они раз в неделю ездят и получают этот мешками рис у него даже они это не съедает потом они начинают это продавать у них даже бизнес те кто такие назовем бомжи которые просто не работают и не хотят работать такие бездельники назовем или кто они там типа духовные в кавычках им тоже было предложено чтобы они не голодали и все него там же тепло можно спать где угодно и выплачивать пособие по 1000 рупий и они на 1000 рупий в индии на 1000 рублей да можно жить вообще горе не знаю в месяц потому что это индия вот но понимаете все равно вот выходишь на рынок и там к тебе подходят женщины попрошайки с ребенком на руках и просят у европейцев и вот если европейц не знает этого он может дать что государство заботится о таких людях им всем выплачивают им есть чего кушать вот что все это брехня одежду там можно купить для них тоже очень дешево для всех этих людей поэтому это все ложь это тоже прикидывается вот такие вот играют роли у них это такой бизнес свой вот что уж говорить про россию здесь конечно очень много но я не знаю как вас но эта битва здесь идет действительно сейчас битва добра и зла здесь как бы вот преференции дается россии во всем этом но идет в каждой семье в каждом доме идет эта битва идет битва добра и зла и вот это как огород на котором наконец дозрели уже вот когда маленькие все растут на огороде сорнячки там еще ж моему трудно понять кто есть кто да а когда они уже выросли уже видно вот это сорняк и он душит растение хорошее вот и сорняки выдирают хотя порой пшеницы васильки растут тоже сорняк но они красивые но сорняк укрепляет корни культурного растения то есть и так же с человеком человек становится сильнее это прописные истины не надо никаких вообще дурных вот этих вот придумок каких-то заумных понимаете вот все очень просто многих хороших людей особенно сенсорных вот врач мне сказал чтобы очень сенсорные оккупировали вот эти сорняки вы же понимаете что когда сорняк много сорняков оккупирует какое-то хорошее культурное растение вы же все нас имели отношение к другому вы понимаете что культурное растение начинает загибаться оно плохо растет а сорняки разрастаются но еще раз приходит хозяин выдирает сорняки сжигает их, и культурное растение поднимается, набирает силы и растет. Но качество у него уже другое, то есть он приобретает такое сильное качество. Вот то же самое происходит и с людьми. Вот она, простая, прописная истина. Посмотрите вокруг себя. Если вы задаете себе вопрос, кто вы, кто вы и что вы. Если вы изначально, с рождения, с детства, то вот как Амба сказала, что ты понимаешь, что люди с детства либо хорошие, либо плохие. И воспитать-то можно, но только когда ребенок, как мой отец говорил, лежит поперек лавки, когда вдоль лавки бесполезно воспитывать, уже ничего невозможно сделать. Поэтому я хочу сказать одну вещь. Вот эти прописные, простые истины, человеческие, которые резонируют с природой, если люди начнут в этом разбираться, они быстро разберутся, кто рядом с ними. Играет роль хорошего человека, а на самом деле плохой. Или это хороший человек. Во всем этом, если разобраться, то сразу все становится по местам. Я очень хочу, чтобы вот такие, казалось бы, простые. Ну, что тут вот? Все же ищут что-то заумное. Ой, боже мой. Что там они говорят? Я же говорю, я тут открыла какой-то контактерский канал, то ли он Вознесение называется. Я пупела. Потому что там послание, последнее там сверх Бога или чего-то, который уже там то ли пришел, то ли... И вот так по кругу прямо, по кругу. Можно даже понять, сколько раз они одни и те же слова повторяют. И ничего делового, ничего полезного нет. То есть это мозга такая, да? Вам мозги, извиняюсь, трахают, да? И зомбируют. Вот от этого всего нужно отойти. Нужно прийти к простой жизни человеческой. Поверьте, она гораздо больше дает. Но я ведь тоже вот... Понимаете, мы же все, наверное, ну, обольщались. Может, и культурные растения обольщаются. Я же думала, что я ведь знала, кто такая она. Она знала ее биографию изначально, что она просто вот никогда даже и не искала любви, а просто искала, как бы с каким мужиком переспать, и его захапать. И переспала... Ну, уже она. Она уже проститутка, понимаете? И за ней это останется на все жизни. И ее поступки, они эгоистичны, ужасны. Но она хитро притворяется, играет роль, да? Ну, все мои друзья, вот которые... Даже моя родственница там Света с моим братом Сашей, вот они сказали, когда ты приехала с ней к нам в гости, мы прямо вот посмотрели на нее, она неприятная на вид. Она очень неприятная, она какая-то ненастоящая. Понимаете? Вот на каждом шагу встречаются вот такие ненастоящие люди. Я хочу сказать, что вот Виссарион, который сейчас вот под следствием, он ведь тоже неприятный очень. Какой-то весь... Ну, я даже не знаю, вот душой чувствую, что он неприятный. Но он продолжает играть роль, даже вот сидя там в тюрьме. Ну, не в тюрьме, а в предварительном заключении. Он продолжает играть роль, потому что он уже сильно вошел в эту роль. Насчет ролей. Станиславский еще учил выйти из роли, войти в роль. Я вот знала такого Сашу Шишкина, который сейчас... Кого он играл? Он играл этого Гитлера. Так вот он так сильно вошел в эту роль, что потом он уже не смог выйти. Потом дальше он уже никаких ролей не играл, но он ходил по улицам, как Гитлер там. Так же подстригался и все. То есть вошел в роль и не вышел. Такое бывает. И такие становятся... Вот Савонарола, например, такой был. История, по-моему, в Флоренции, да? Он там поднял народ, там что-то такое, в рай вел или еще куда-то. При этом жег книги, делал ужасные вещи. И он пыткам подвергался, потом еще что-то. Он прямо до конца вот верил в свое вот это придуманное. И многие люди так и живут. Они верят в то, что им внушили или то, что они сами себе придумали. Потому что если придуманное, простите, разрушится, я сейчас... То тогда... То тогда... Вот это придуманное, оно как бы разрушит их мост. И они сами погибнут. Вот я... Сейчас, если найду. Так или иначе... Что еще одного человека какого-то? Вот вряд ли я найду. Так. Вот. Еще были какие-то много сект. Вот. Кореш какой-то, который... Который тоже вот так же верил до конца. И... Вот. И... Как это сказать? И так вошел в роль, что вот этого спасителя... Многие продают вот эти вознесения. Они прямо вот... А деньги перечислили. Индульгенции такие уже на вознесение. Ну, это же уже с 15 веки известно было, что продавали эти все штуки, да. Вот купите, и вы... Католическая церковь. И вы получите освобождение. В рай не купите. Пойдете в ад. И люди темные, неграмотные. Они боялись очень. И они соглашались с этим. И они отдавали свои деньги. Причем с каждого брали там какие-то разные суммы. Ну, то есть жуть какая-то, да. Вот это вот все невежество, темнота людей, она толкает их на такие вот вещи верить. Но мы все на самом деле выросшие в Советском Союзе. Мы же все попались. Я тоже попалась. И попадалась. Потом я думала, почему-то со своей головой я думала, что вот таких людей я видела, и все можно исправить. И я вот это искренне верила в исправление. Тем более, что, допустим, Гусева, она там каялась, наверное, тысячи раз. Каждый раз. Вот на самом деле это все была игра. И когда она наконец дошла до какой-то точки, она сказала, все это было притворство, я совсем не такая, как ты думала. Вот. И поступила так, как она считала нужным. И дальше она ведет себя, как наглая, беспробудная, вот плевела. Но эта плевела, она долго не протянет, поверьте, и это все закончится. Итак, возвращаемся снова к простым истинам. Еще раз их повторю, чтобы они у вас засели. Человек, и Бог так сделал, он посеял зерна хороших людей и плевелый, чтобы одни с другими, видимо, вот одни укрепляли других, и чтобы человек прошел эту битву, просто битву добра и зла, чтобы он разобрался, где добро, где зло. Вот я дожилась до таких лет уже 70, и я, наконец-то, вот, знаете, в нужный момент, в нужное время вам и муравей весь принесет, это известно. И любой человек может разы сказать то, к чему вы уже дошли. Вот я дошла до того, что, ну, уже дальше невозможно так. И вдруг, вот Анна мне как раз и сказала, что люди рождаются либо хорошими, либо плохими. И до конца своих дней они играют, то есть остаются хорошие, остаются хорошими, они не изменяют себе и самодостаточными. А плохие люди, они играют роль хороших. Но все равно в результате всего сорняк останется сорняком, и он будет, сами понимаете, выдернут хозяином этого мира, Богом, чем угодно. Вот и все. Я надеюсь, что вот это простая, откровенная такая вот истина, это истина. Многие люди скажут, да нет же, там один из, я живу вот по, по там, какой-то Библии, по таким этим самым, и что всем надо давать, ну, давай всем в долг, они тебя не будут возвращать. Ты пройдешь уроки и наконец поймешь, что это нельзя делать, что надо жить по-другому. И вообще, как бы, я поняла, что очень многие вещи, что сейчас такое время, время наблюдения, когда уже сейчас включится сама сила Бога, и все эти плохие люди, они будут, вот, они же не зря отваливаются уже, просто отваливаются, исчезают. И они будут все отвалены, исчезнут, и все будет замечательно. Поэтому мы идем к хорошему. Все равно, что бы ни произошло, да, битвы идут на всех уровнях, за душу идут, с каждым человеком, укрепление души, все это, идут битвы космические, идут битвы земные, земля вся содрогается, и скидывает с своей поверхности множество людей. Океаны меняют там свое направление, реки меняют, там все происходит, земля уже вся тоже очищается. Поэтому очень события невероятные происходят. Но никто не может предсказать, где будет очередное землетрясение. Ну, можно там сказать, что да, сейсмические районы, что там, что там будет в будущем, кто на кого сменится. И вы уже поняли, что вот все эти, так называемые, пророки, которые пророчили там, будущее такое, сякое, это все подстройки, это все ложь. Живите простой, хорошей жизнью. Окружайте, старайтесь, если поймете, вот то, что я вам сказала, лучше остаться одному, чем быть с кем попало, да, и лучше быть действительно одному, и это лучше. А если к вам пришел хоть один хороший человек, это великое счастье. Это можно только молиться этому, понимать, но все равно я, по воле того, что я делала, мне приходится общаться с разными людьми. Я уже слышу, кто играет, а кто в хороших людей, а кто на самом деле хороший человек изначально. Я это слышу, но даже, знаете, когда с каким-то мерзавцем или кем-то общаешься, то чувствуется уже неприятие, то есть как это тебе дискомфортно. Надо жить так, чтобы было комфортно в вашей душе. Все, дорогие друзья, это вся передача для хороших людей. Всего вам доброго. До свидания.